На Кубани почти 7,5 тысяч человек занимаются самбо. Национальное единоборство становится популярным в крае, в том числе и благодаря программам поддержки спорта. Всех, кто увлекается самбо в день этого боевого искусства, поздравил и губернатор. В социальных сетях Вениамин Кадратьев подчеркнул, что спортсмены нашего региона всегда показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Это возможно благодаря успешной работе Министерства спорта Краснодарского края. Оно курирует развитие самбо. Так, с 2019 года начали работать 8 современных центров обучения. В ряде школ проводят практические уроки борьбы. Возьмем 10 лет и сейчас увеличение в разы количество занимающихся, потому что в этом году только 8 комплексов единоборств самбо сданы. И, соответственно, в каждом комплексе, представьте, сколько детей набирается. В начальной стадии пределов 200. А вообще их там будет заниматься 400-500 в каждом. Министерство спорта Краснодарского края с 2018 года курирует проект «Самбо в школу». Участниками стали больше семи сотен общеобразовательных организаций. Среди них много школ казачьей направленности. Такая работа дает хорошие результаты. За три года количество юных самбистов увеличилось в два раза. Краевые программы поддержки спорта помогают развитию секций, способствуют привлечению молодежи и новым достижениям на чемпионатах. Согласно краевой программе, до конца 2024 года залы единоборств появятся в каждом муниципалитете Кубани. Кроме того, в Краснодарском комплексе город спорта по поручению губернатора Краснодарского края возводят трехэтажный дворец «Самбо». Арена занимает площадь в три футбольных поля. Трибуны для зрителей вмещают больше трех тысяч человек. В нем планируют проводить международные и всероссийские соревнования по самбо, дзюдо, спортивной борьбе. В планах у Министерства спорта Краснодарского края на 2023 год продолжать развитие единоборств, привлекать новых людей в секции как на профессиональной, так и на любительской основе.